приветствую всех на канале smart life сегодня речь пойдет об очередном ультрабюджетном смартфоне с новым соотношением сторон 18 на 9 это лигу m9 цена которого сейчас стартует от 60 долларов и учитывая тот факт что тут уже 2 гигабайт оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти это вполне неплохо также китайцы напичкали его вторыми дополнительными камерами как спереди так и сзади от которых на самом деле толку никакого но лично меня больше интересует насколько касание тут мультитач и какова его реальная автономность вообще подобные смартфоны берут в первую очередь как второй запасной смартфон детям или людям в возрасте в общем для выполнения минимальной задачи давайте посмотрим насколько он способен осуществить возложенные на него надежды как и всегда все необходимые ссылки на самые низкие цены и надежных процессов вы найдете внизу в описании но мы начнем с комплектации смартфон приходит такой вот коробочки тут у нас смотрите так все презентабельно выглядит внутри находится наш смартфон на нем изначально была наклеена спереди транспортировочная пленочка я ее снял по транспортировочной имеется защитная наклеена уже то есть уже хорошо клеить вам ничего не придется и что у нас комплектации есть как обычно комплектации у нас есть зарядное устройство такой вот бюджетного типа 5 вольт 1 ампер это действительно так юсб тестер это подтверждает юсби микро юсби стандартный кабель и силиконовый чехол ну там различная инструкция на английском языке в общем комплектация как по мне хорошая потому как дополнительно покупать аксуары вам не придется а это уже можно поставить за этот плюс смартфон поддается в трех цветовых решениях золотом синим и черном как у меня на канале выставляет пять с половиной дюймов спереди стоит стекло с применением технологии 2 и 5d то и загнутая края стекла вверху мы видим расположение двух фронтальных камер разговорный динамик различные датчики и селфи вспышку индикатора событий у нас нет но не забывайте селфи вспышку можно через специализированное приложение настроить как индикатор событий внизу у нас три наэкранные сенсорные кнопки то есть к большому сожалению не у нас наэкранная вот здесь внизу место у нас предостаточно ну такое вот решение производителя на верхней части мы видим на расположение 3 с половиной метрового джека под наушники разъема под зарядку micro usb внизу отверстие под разговорный микрофон перфорация под основной динамик левая грань у нас пустая с правой стороны расположилась кнопка включения выключения и кнопка регулировки громкости кнопочки выполнены из пластика нажимается мягко никакого люфта не имеет сзади расположилась сдвоенная основная камера также у нас здесь два светодиода так сканер четков пальцев и логотип компании лигу крышечка у нас съемная снимается довольно таки проблемно то есть здесь защелок у нас по периметру очень много нужно аккуратненько и и снимать не легко снимается крышечка честно говоря так а значит под крышечкой у нас съемный аккумулятор слот под наносим карту микросим карту и микро sd карточку сюда можно установить и жертвовать вам ничем не придется это конечно очень и очень хорошо корпус у нас полностью пластиковый никаких металлических вставок у нас здесь нет крышечка у нас такой вот имеет приятный на ощупь soft touch габарит его составляет 71 и 2 десятых миллиметра на 148 и при толщине 9,5 миллиметров и весит он 153 грамма довольно таки легкий аппарат по поводу сборки здесь у нас все хорошо крышка нигде не пригибается ничего у него не тарахтит не хрустит в этом плане хорошо эргономика у него тоже очень хорошая для сравнения смирите пятидюймовый смартфон redmi 4 pro по ширине они почти одинаковые ну и по толщине то есть по эргономике абсолютно два одинаковых смартфона единственное отличие это то что у нас лигу немного повыше видите redmi немного покороче ну в общем эргономика хорошая и по поводу сборки здесь тоже все отлично смартфон работает под управлением 7 android с поддержкой беспроводного обновления одно на момент записи видео уже пришло то есть беспроводные обновления у нас приходят значит что сказать ну такой вот у нас практически чистый android немного видоизмененные иконки давайте быстро пробежимся по нашему по нашей прошивке в экране мира vision присутствует ну и вай фай монитора у нас здесь нет и каких-то дополнительных функций я здесь не нашел только вот дура спит больше ничего такого дополнительно у нас нет никаких умных жестов разблокировка данным тапом ничего начать лаунчер настолько вот привычные все иконки находятся на рабочем столе работает все довольно таки шустренько ничего не подтормаживает можно создавать папочки для того чтобы заметно почистить наш рабочий стол fm радио есть play market был предустановлен также здесь есть какой-то вот свой специфический лигу и так понял маркет в котором также находятся различные приложения можно скачивать верхняя штука выглядит привычным образом чем он устраивать путь себя это преимущество 7 android по поводу программы составляющей здесь никаких недочетов я не нашел все работает хорошо телефон работает под управлением процессора mtk 6580 это четырех ядерный 32 битный процессор рабочий максимальной тактой части 1300 мегагерц выполнены по двадцати восьми наниметровом техпроцессу разрешение у нас здесь hd минус 3280 на 640 и плана с пикселей на самом деле составляет 260 ппи графический чип мали 400 оперативной памяти 2 гигабайта из них свободно под различные приложения 1300 постоянной памяти 16 начально доступно 11 с половиной в анту набирает телефон 23 1816 гигбэн 408 1151 в айс шторм экстерим 3д марк набирает 1976 слинг шторм не запускается на данном процессоре мультитач у нас здесь на 5 касаний вот это меня удивило то есть в принципе хорошо конечно все равно мультитач не мега отзывчивый но в 5 касаний это уже лучше чем два касания по поводу датчиков тут у нас бюджетный набор датчик освещения смотрите реагирует в принципе корректно датчик приближения тоже хорошо реагирует ну естественно акселерометр датчика холла у нас здесь нет функция у ки джи к большому сожалению нас не поддерживается то есть флешку вы не сможете подключать данному смартфону как вы знаете вайфай роутер не находится за тремя стенами давайте посмотрим на уровень сигнала тоже покажете в принципе хорошо поддерживает часто только 24 гигагерца 5 гигагерц у нас не поддерживается bluetooth через три стены пробивает без проблем давайте остановимся на нашем экране экран насматривается айпи с не ога с то есть воздушная прослотка между датчиком дисплеем у нас небольшая но все же присутствует углы обзора из-за этого немного у нас падают но в целом как для бюджетника стандартный экран запас яркости на солнце хотелось больше минимального бы хотелось меньше но в целом опять-таки для этого ценового сегмента экран здесь нормальный а вот сканер щитков пальцев в моем экземпляре не работает я и сбрасывал до заводских в общем что только не ел но никак он не заработал пришел скорее всего бракованный экземпляр потому как у других обзорчиков сканер щитков пальцев работал я особо из этого повода не переживаю потому как открою спор в игру думаю долларов пять-десять ну как бы большой необходимости в этом сканере лично я не вижу думаю графического ключа и так будет достаточно телефон работает только в 2g и 3g сетях 4g поддержки нет из-за нашего процессора качество разговорной динамика микрофона никаких проблем не вызывало все было нормально слышно как мне такому собеседнику звучание в наушниках стандартный как для всех бюджетников здесь у нас никаких изменений не произошло давайте проверим звучание внешнего динамика внешний динамик здесь тоже такого бюджетного типа не репит не хрипит запаса громкости хотелось бы больше но в целом удачное расположение его спасает в общем с внешним динамиком никаких проблем я не заметил произведем gps тест нашего телефона на улице пасмурная погода снимаю рядом с балконом давайте посмотрим поймает ли у нас спутники или не поймает в принципе ловит порядка 7 спутников у меня определяла уровень сигнала достаточно в общем gps навигация здесь работает давайте проедемся в асфальт и стрим хотя игровые возможности данного процессора думаю так всем уже известны то есть в простенькие игры вы будете играть без проблем в более-менее тяжелые графика нужно выставлять на средних значениях но очень тяжелые такие как танчики там только абсолютный минимум при этом нагрев корпуса у него достигается ощутимо до 52 градусов то есть я дискомфорт испытывал скажу вам честно процессор греется до 62 градусов тоже такой вот приличный показатель то есть с нагревом у него дела обстоят не очень хорошо думаю что здесь как-то инженеры немного не доработали ситуацию проверим яркость нашего фонарика и по запасу яркости два светодиода отрабатывают хорошо то есть фонариком никаких проблем я не заметил камера камера у нас имеет такой вот привычный интерфейс для чистого андроида ну настройки здесь у нас есть панорама beauty blue режим но вторая камера у нас не определяется программно как и спереди то есть это просто фейковые камеры чисто для маркетинга основная камера у нас на реальные 5 с интерполяции до 8 мегапикселей galaxy core gc 5025 ну такая такая принципе для простых снимков может быть ее и хватит при плохом освещении конечно на фотографируются не очень хорошо темноте нужно фокусироваться то есть камера сама фокус ловить у вас не будет то есть камера бюджетного типа это конечно нужно учитывать и ожидать тут хорошей камеры конечно не стоит но текст по крайней мере фотографировать можно фронтальная камера здесь тоже у нас бюджетная galaxy core gc 2385 на реальные 2 с интерполяции до 5 для простых сэлфи снимков и skype пойдет но не больше но там далее смотрите примеры фото и видео и оценивайте сами произведем тест камеры нашего телефона записи где производится full иди разрешение фокусировка только тапом по экрану автоматической фокусировки у нас нет значит в камере присутствует электронная стабилизация при ходьбе картинка будет держаться более-менее на хорошем уровне как и всегда во всех бюджетниках давайте проверим цифровый зум привычно в четыре раза смотрите такая вот у нас получается реализация ну как для бюджетника стандартная видеозапись никаких проблем я здесь не заметил теперь посмотрим как ведет себя камера при недостатке освещения фокус проверим все у нас в порядке так частоты кадров у нас достаточно в полной темноте большому сожалению камера iso повышать не хочет поэтому картинка у нас очень и очень темная но зато благодаря этому с iso у нас все в порядке то есть частоты кадров тут достаточно ну и напоследок проверим запись видео со вспышкой значит по запасу яркости вспышка себе показывает довольно таки неплохо но вот камера не хочет повышать iso из-за этого картинка у нас получается темная при макросъемке у нас как видите все хорошо и частоты кадров хватает дальние объект съемки конечно уже картинка темная поэтому особо съемки вы не позанимаетесь заявленная емкость съемного аккумулятора составляет 2850 миллиампер часов и у меня нет повода не доверять данным показателям потому как юсб тестер у меня показал результат 2800 небольшая погрешность это все в пределах нормы час просмотра видео в HD качестве по вайфая на ютубе при среднем на 40 яркость посадил телефон на 16 процентов час игры опять-таки при среднем на 40 яркость садить телефон на 25 процентов довольно таки неплохой показатель для этого процессора и этой емкости то есть в принципе с автономностью у него все в порядке на день такой вот среднеактивного использования вам его будет хватать быстрая зарядка у него естественно не поддерживается все результаты перед вами в общем и зарядкой и с автономностью у него все на средних значениях ну что ж друзья подведем итоги для этого как обычно воспользуемся наши даблицы со всеми характеристиками что я отнесу к плюсам данного смартфона компактный корпус для этой диагонали и соответственно хорошую эргономику в руке он ощущается как 5 дюймовый смартфон мультитач на 5 касаний селфи вспышку которую можно использовать как индикатор событий комплектацию и достаточную автономность к недостаткам на экранные сенсорные кнопки нет поддержки 4g сетей и греется в играх он не слабо со сканером четко в пальцев это скорее исключением браку на дорогих смартфонов попадается тут уж никто не застрахован главное уметь открывать спор и добиваться справедливой компенсации но так вообще я считаю что для своей цены аппарат получился удачным для выполнения минимальных задач его будет достаточно а это самое главное хочется чего-то получше готовьтесь заплатить процентов на 30 больше от этой суммы но там у каждого свои мысли по поводу таких смартфонов принимайте участие в опросе вконтакте и таким образом узнаем что думает большинство большое всем спасибо за внимание ставьте лайки если данное видео было вам полезным всем удачи и до скорых встреч в будущих обзорах а